Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях ректор Рязанского государственного радиотехнического университета Михаил Чиркин. Здравствуйте, Михаил Викторович! Здравствуйте! В этом году вас можно поздравить с переименованием. С чем связана такая инициатива и чьей мы выбрали? Да, приказом министра науки и высшего образования нашему университету присвоено имя Владимира Федоровича Уткина. Мы уже заменили бланки, заменили печать и уже внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Это, конечно, скучно, но все. Мы уже имени Владимира Федоровича Уткина. Владимир Федорович, он уроженец Рязанской области, Касимовского района. Школу он закончил в городе Касимов. Эта школа носит сейчас его имя. Он академик, дважды герой социалистического труда, разработчик целой серии ракет. Одна из них, которая называется воевода, в натовской классификации именуется Сатана. С Радиотехническим университетом у Владимира Федоровича было тесное взаимодействие. Он, кстати говоря, является почетным профессором Рязанской государственной радиотехнической академии тогда еще. Ну, вот все это вместе составило совокупность признаков, по которым ученый совет университета принял решение о том, чтобы обратиться в правительство с просьбой присвоить университету имя Владимира Федоровича Уткина. Мы получили согласие его ближайших родственников. Это не так просто, оно нотариальное. Соответственно, нас поддержали правительство области, наш поддержал губернатор Николай Викторович Любимов. Он подготовил письмо в Министерство науки и высшего образования. И вот, соответственно, совсем недавно министр подписал приказ о нашем переименовании, который запускает целую последовательность юридических процедур. Сейчас эти процедуры заканчиваются. Ну, и новый учебный год мы уже встретим в полном смысле как университет радиотехнический имени Уткина. А кто стал инициатором такого решения? Учебный совет. Вуза. Чудесовет вуза. Я знаю, что для многих рязанцев стало неожиданностью, что именно Уткина, ведь перед входом в здание университета уже стоит памятник Попову. Стоял и будет стоять. Никуда не денется. Потому что наш университет тесно связан с Александром Степановичем Поповым уже просто потому, что он изобретатель радио. Вообще-то не так много людей могут ответить на вопрос, а что значило изобрести радио. Самое главное здесь не спор о приоритете. Самое главное в том, что в конце 19-го, начале 20-го века в России был сделан целый ряд, целая серия изобретений, которые находились на переднем крае развития науки и техники того времени. И это все не случайно. Это все показатель высокой степени эффективности системы образования, действующей в то время в Российской империи. Отлично. Если говорить о Владимире Федоровиче, говорят, что он приезжал в вуз и вел, для ребят, лекции. Если можно чуть поподробнее об этом фрагменте истории вуза. Он не только приезжал в вуз, он и его сотрудники активно участвовали в наших конференциях, которые проводились университетом. И его друзья, его последователи, люди, с которыми он сотрудничал и работал, они сейчас работают в разных местах, в том числе в ЦНИ и МАШе. Они продолжают к нам приезжать, мы продолжаем взаимодействовать. Ведь конференции, которые были посвящены Константину Эдуардовичу Солковскому, вот, пожалуйста, это продолжение вот этой серии научных конференций, в которых не просто участвовал Владимир Федорович Уткин, он был одним из активных организаторов. В том числе он вел непосредственно лекции, да? О чем рассказывал ребятам? Ну, о чем может рассказывать ребятам конструктор ракетной техники? Вот, тем более, ну, правда, это было уже довольно давно, эти ребята уже давно выпустились из университета. Но дело в том, что это ведь вообще-то не единичный пример. Ведь радиотехнический институт в 1951 году был создан в Рязани по инициативе адмирала-академика Акселя Ивановича Берга. И этот человек тоже неоднократно приезжал, как мне рассказывали люди, помнящие историю университета, и здесь читал лекции, проводил семинары. Так что все здесь достаточно серьезно и опирается на солидные традиции. То есть, получается, имя Владимира Федоровича вообще, оно имело конкурентов? Какие-то еще предложения были? Или как-то сразу, вот, педагогический состав? Видимо, сразу. Почему? Потому что Александр Степанович Попов при всем уважении. Он родом с Урала. И его деятельность педагогическая, в том числе, была посвящена и связана с другим вузом. Тогда он назывался Электротехнический институт императора Александра Третьего. Немногие знают, что в последний год своей жизни Попов был ректором этого института. То есть, получается, нам все-таки ближе Рязанский, человек с рязанскими корнями. Он ближе к нам и хронологически. И он жил, работал в то время, когда Райотехнический университет уже существовал. И его сотрудники взаимодействовали с научным и педагогическим коллективом нашего университета. Будет ли обновляться вывеска, которую мы все видим на фасаде здания Райотехнический университет? Или это останется больше канцелярский? Мы подумаем. Но мы сейчас начали уже оформлять аудиторию Владимира Федоровича Обуткина поточную. Уже стенд там висит. Мы как раз воспользуемся летним периодом для того, чтобы произвести необходимые работы. У нас загрузка в аудитории довольно серьезная. Так что, думаю, что здесь тоже удастся кое-что сделать. В мае Радиоуниверситет празднует большой праздник. 7 мая – День радио. Традиционно в этот день многие поколения, которые прошли через ваш вуз, возвращаются в альбоматор для того, чтобы встретиться с любимыми педагогами, для того, чтобы встретиться со своими однокашниками, большой семьей. Как в этом году пройдет мероприятие? Как обычно. Обычно в этот день мы проводим заседание ученого совета. Оно тоже пройдет. Оно будет с приглашением гостей. Оно имеет такой торжественный характер. Независимо от этого, конечно, место сбора и время сбора выпускников университета, причем разных лет, история большая, остается все это в силе. Все происходит естественно. Просто потому, что, наверное, те, кто этот университет закончили, ощущают себя частью чего-то целого. Им всегда приятно и друг друга встретить, и с преподавателями, и профессорами встретиться университета, и вспомнить свою молодость. В университете установлены турникеты, через которые обычно проходят студенты с пропусками. Как в этот день будет организован проход? У нас в этот день свободный вход. Просто система пропуск будет отключена на период празднования. Мы ее включим в 5 часов вечера. Во сколько ждете гостей? Когда можно начинать собираться? Ну, обычно, обычно, народ начинает собираться после 11, как правило. Рано утром, ну, рано условно, в 9, в 10 еще там мало кто, да, а с 11 и где-то к 12, к часу количество собравшихся около университета стремительно вырастает. Будут ли организованы какие-то специальные мероприятия? Здесь все пройдет как обычно. Самое главное при организации таких мероприятий не мешать тем, кто... Учебные занятия? Нет. Учебные занятия им ничто не помешает. Не мешать общаться друг с другом тем, кто приехал. Да, у нас, конечно, при этом на стадионе будет происходить спортивная эстафета, соревнования, которые организуются военной кафедрой. И, кстати, одно другому не мешает, потому что пространственно разнесено. Я думаю, что все будет хорошо. Сколько человек обычно приходит? Вот на сколько большой поток? Вы знаете, здесь немножко все происходит по-разному. Почему? Потому что бывает, что 7 мая попадает на субботу или воскресенье. Тогда действительно приходит очень много. Сейчас это будний день. Ну, я думаю, что вся площадка перед университетом будет заполнена. Ну и потом тут трудно оценить, почему. Потому что люди приходят, встречаются, уходят, приходят другие. Всех ли преподавателей можно будет застать на месте? Ну, занятия идут по расписанию, кроме тех, кто в командировках. То есть, в принципе, можно будет... В принципе, да. Можно посмотреть, найти по расписанию, прийти и встретиться. А какой у вас самый старший сейчас преподаватель? Вот сколько лет? Ну, тут несколько условно все. Есть преподаватели, которым уже за 80. Есть и чуть помоложе. Так что вот примерно вот так. Через них уже огромное количество людей прошло. Да. Да. Очень большое количество. А есть ли какие-то самые популярные преподаватели, педагоги, к которым чаще всего ребята приходят? Ну, допустим, Борис Иванович Филимонов. Он долгое время у нас был деканом радиотехнического факультета. Сейчас он называется факультет радиотехники и телекоммуникаций. Сейчас он работает доцентом на кафедре теоретических основ радиотехники. И он вообще-то и мне лекции читал. Так что... Интересно. Да, да. Это очень интересно. Каким он вам запомнился как преподаватель? Очень высокая квалификация, быстрая речь. Ему непросто было сдать экзамены и лабораторные работы. Но было видно сразу всем, что человек очень знающий и умеющий ставить вопросы. А кого больше ценят спустя годы люди? Тех, кто прям так спрашивал активно, либо тех, кто давал немножко слабинку? Вы понимаете, в чём дело. Ведь смысл высшего образования в том, что в период обучения в университете человек сталкивается с несколькими профессионалами. Если ему повезло, таких профессионалов, с которыми он непосредственно близко общается, ну, 5-7. Если таких не оказалось, я говорю, вообще в высшем образовании, то мои соболезнования. То есть у вас, получается, приходят именно к профессионалам своего дела? Конечно. И ценятся именно профессионалы, это сразу видно. Мы знаем, что студенты радиотехнического университета разлетаются, разъезжаются по всей стране. Откуда ждёте гостей? Откуда традиционно приезжают? Со всей страны. Дело в том, что к нам в 2018 году поступили зачисленные. Зачисленные студенты из 53 регионов Российской Федерации. Если смотреть по количеству подавших документов, там ещё больше будет за 60. Это и от Мурманской области до Астрахани и Кубани, от Ленинградской области до, скажем, Кемерово, Якутии. Так что вся страна. Ну, конечно, приезжают, как правило, те, кто работает и живёт недалеко. Им легче. Чем сейчас живёт ВУЗ? Какие, может быть, последние разработки? Вот что составляет гордость ВУЗа? Ну, разработки научные – это процесс непрерывный. И как только это всё прекратится, то, соответственно, ВУЗ тоже прекратит существование. Но я могу сказать, что изобретательская активность в ВУЗе очень высокая. Мы в числе ведущих ВУЗов страны по количеству патентов на изобретение полезной модели, выданных Роспатентом в 2018 году. Соответственно, я уже смотрю, что и Рязанская область вошла в первую десятку регионов страны как область с наиболее высоким коэффициентом изобретательской активности. Это тоже Роспатент эти итоги подводит. Если точнее, Федеральный институт промышленной собственности. Это не мы выдумали. Патентов на изобретение за 2018 год нашим университетам получено 62. Для сравнения могу сказать в МГУ 102, в Бауманке 44. Наш ВУЗ и был, и остаётся, и всё время будет оставаться университетом специализированным. Сейчас он в России уникален. И я думаю, что и для страны, и для региона, и для людей очень важно, чтобы эта уникальность сохранилась. Спасибо за интересную беседу. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был ректор Рязанского государственного радиотехнического университета Михаил Чиркин. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова